Здравствуйте! Вы смотрите новости экономики Татарстана. С вами Лариса Исламова. Сегодня в выпуске. Даймлер не будет увеличивать долю в КАМАЗе. В Москве обсудили проблемы дорожного строительства. Предприниматели жалуются на налоговиков и местную власть. Немецкий автомобилестроительный концерн «Даймлер» может лишиться эксклюзивного права на покупку 23% акций КАМАЗа у консорциума инвесторов под руководством Рубена Варданяна. В новом акционерном соглашении, которое готовят сейчас основные участники КАМАЗа, это не прописано. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на источники, близкие к акционерам автогиганта. Ожидается, что новое соглашение будет подписано в течение этого года, а его участники останутся теми же. Это Ростех, Даймлер, ЕБРР, КАМАЗ и консорциум инвесторов, поясняет один из собеседников издания. По его словам, предполагается, что одновременно с акционерным соглашением будут подписаны бумаги, касающиеся расширения сотрудничества КАМАЗа с Даймлер, включая лицензионные соглашения. Сейчас у компании есть СП в России по выпуску грузовиков Mercedes-Benz. Кроме того, КАМАЗ закупает у Даймлер мосты, выпускает по лицензии кабины. Проблемы дорожного строительства обсудили в Москве. Заседание рабочей группы Президиума Госсовета России провел президент Татарстана, который возглавляет эту группу. Один из главных вопросов – обеспечение сел и деревень дорогами с твердым покрытием. Ситуация с ними обстоит не лучшим образом, отметили на совещании. Рустам Мениханов рассказал, как этот вопрос решают в нашей республике. По мнению президента Татарстана, важно развивать частно-государственное партнерство в дорожной отрасли. Также нужно искать возможности помогать регионам в строительстве дорог. Участники заседания сошлись во мнении, что для улучшения ситуации в дорожном хозяйстве нужно менять законодательство. Необходимы меры, цитата прорывного характера. Центр поддержки предпринимательства Татарстана подвел первые итоги мониторинга бизнес-климата в регионе. Как сообщил коммерсант, руководитель центра Артем Наумов, больше всего жалоб поступило на действия налоговиков и исполнительной власти муниципалитетов. В частности, претензии связаны с проверками и отказами в регистрации юридических лиц по определенным местам. Кроме того, существуют проблемы с выдачей разрешений на строительные работы и введение объектов в эксплуатацию. В основном это касается Казани и набережных Челнов. Также назывались Буинский район, где есть проблемы с выдачей земельных участков для ведения бизнеса, и Бавлинский район, где невозможно регистрировать предприятие, поскольку там нет налоговой. Всего центром было опрошено 700 предпринимателей. При остановке деятельности турфирмы Нева в Татарстане коснется десятков человек. В основном путешественников в Болгарию, сообщает РБК. Сотрудники казанского офиса просят туристов сдавать в кассы билеты до Москвы и Санкт-Петербурга, откуда собирались лететь на отдых, и утверждают, что выплачивать компенсации будет московский офис. 16 июля, когда турфирма официально объявила о приостановке работы, в казанском офисе про это узнали из СМИ и официального сайта компании. Никаких разъяснений по поводу того, как действовать с татарстанскими туристами, от московского руководства здесь не получили, утверждает менеджер офиса Невы в Казани, не пожелавшая назвать свое имя, сообщает агентство. По ее словам, в работе офиса порядка сотни договоров об отдыхе. Все компенсации будут выплачиваться через столичные офисы, заверила собеседник РБК Татарстан. Она также предлагает обращаться и к страховщику турфирмы в московский офис компании «Восхождение». Третья из серии. Малый ракетный корабль проекта 21631 «Великий Устюг», построенный на Зеленодольском заводе имени Горького, прибыл в Махачкалу, пункт базирования соединения кораблей Каспийской флотилии. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа. На Каспийском море экипаж «Великого Устюга» и сдаточная команда завода-изготовителя проведут все этапы ходовых и государственных испытаний корабля. Специалисты осуществят настройку и наладку комплексов вооружения, устройств и механизмов различных корабельных систем управления, отработают практическое применение корабельного оружия, проверят мореходные качества корабля в экстремальных условиях и на предельных нагрузках. Это были новости экономики Татарстана. До встречи!